Девушки отдыхают Продержаться можно Я уже давно на характере держу Вообще, когда у меня кризис Я это называю усталость металла Как у самолетов устают крылья Так и у человека крылья устают Все время летать и летать Хотя сохранить в себе до смерти Вот это все равно удивление перед жизнью Восторг перед какими-то достижениями твоих коллег Перед искусством вообще, понимаете Какими-то образцами его Вот это трудно, но нужно Без этого просто наступает старость А вот просто старость, это ужасно А когда ты живешь И так же удивляешься миру И детям, и внукам, и какому-то возрасту И открываешь в этом возрасте еще какие-то Тогда можно жить еще СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы вместе ничего никогда не играли Я думаю, что не будем И так как-то настолько все-таки знаем друг друга И можем, не дай бог, придираться друг к другу Тогда все провалится Потому что права есть больше и у нее И я боюсь, потому что она будет всегда права И мне будет стыдно проваливаться рядом с ней В кино они сыграли подружжей лишь одного разу В 2002 году в фильме Володимира Хотиненка По той биг Вовкев Ольга Остромова и Валентин Гафт Это любопытство, наверное, можно назвать поздним Они снова увидели за много лет, которые провели с другими Ты о чем думаешь? И уже не ждали, что в их жизни может быть еще одна Дивовижная встреча, которая изменит все Думай о том, как мне хорошо с тобой Как будто ты сам себя уговариваешь все время Мне грустно от того, что я тебя люблю И знаю молодость, цветущую твою Не пощадит судьбы Коварное гонение Я его увидела, не помню уж, ну сколько лет Уже, наверное, 16 лет тому назад Меня пригласили на какой-то концерт Ну что, приглашают на концерт и хорошо Но для меня было неожиданно Я тогда еще не выступала в кафе и в ресторанах Как говорится, и на корпоративных вечеринках Да и сейчас как бы это редко очень делаю Но в кафе Фиалка Я так удивилась, как в кафе Фиалка Что не концертный зал, не сцена, а кафе Да-да-да Это странно Это странно, что они нашли друг друга Я к этому причастен У меня приятель был, Генка Касьмин Администратор Который однажды пригласил Когда была очень большая безработица На какую-то встречу Нужно было прочитать стишок Рассказать какие-то байки театральные В какую-то организацию Были такие концерты Такие корпоративные вечеринки Проходила эта вечеринка Ольга, наверное, помнит В кафе Ландыш Я говорю, а кто же еще будет из артистов И мне говорят, ну вот будет Валентинович Гафт Я подумала про себя Ну раз будет Гафт, значит это серьезно Значит как-то серьезно А он, как мне потом признался То же самое, подумал Как бы, ну Во-первых, кафе Фиалка Это его родное кафе Это в Сокольниках И он там с ним, с этим кафе много связано Вероятно, поэтому он согласился А еще потому, что мы сказали Будет Остраумово Ну тоже подумал Вроде, значит серьезно что-то должно быть Не просто там какая-то Пирушка Насправді, они вперше застрялися На съемках фильму «Гараж» Потім Ольга Остраумова Згадывала, как она тримчила И с каким захватом Дивилася на відомого И популярного в всей стране актора Люди добрые Дайте нам разойтись Мы соберемся снова И увидела Гафта Помню, в кожаном пальто В каком-то длинном Такой весь Ну как вот из кино Как с экрана И мы сели в машину Поехали туда Помню еще, что он мне там Там было достаточно прохладно Потому что это была Какая-то вечеринка Посвященная 8 марта То ли не топили еще Но я же как-то замерзла В белой блузке И он мне дал свой пиджак Я сидела в опиджаке И впервые Ну понятно, что все артисты Знакомы между собой Но произошло то, что вот За одним столиком В одной гримерке Увиделись Ольга и Валя Я помню Ну вроде такое тактичное Ну сосуществование на концерте Валентин со своими Удивительными эпиграммами С поэзией Оля, наверное, что-то рассказывала И читала Из своей программы Я свое Но я понял Что искра промелькнула И потом он как-то вышли Мы ждали опять машину И он сказал Ну вот я хочу вас пригласить сюда Погулять Это мой район Сокольники И вообще Он действительно там На матросской тишине вырос И я сказал Хорошо, с удовольствием Я возьму детей И он удивился потом Говорит, ну хорошо Только через месяц потом Раздался звонок Но это уж теперь я знаю Что это Валя Ну это вообще Ужасно смешная с ним история Ужасно смешная Это вот я уж теперь Его хорошо знаю Но это абсолютно Вот его он такой Пойдемте в ресторан А я в ресторанах Раньше очень мало бывала Ну как-то дети И денег никогда не было Лишних И все прочее Значит Говорит В какой выбирайте А я и не знаю Какой назвать Я говорю Ну вообще я люблю Вот китайскую кухню Я действительно Три раза была в Китае И очень люблю Китайскую кухню Вот я говорю Я работала в театре На Малой Бронной А там В ресторанчик Открылся Панда Сейчас по-моему Уже вы не Да, хорошо Пойдемте Пойдемте А кто за кем заедет Я за вами Или вы за мной Ну вопрос Вообще-то Для нормальной женщины Я так понимаю Странно Да Как А я так люблю Быть за рулем Что я сказала Ну давайте Я за вами заеду Были у меня там Какие-то зеленые Жигули Я заехала Он мне сказал Где его ждать Я заехала Жду-жду Никого нет Хотя все должно было быть наоборот Понимаете Наконец появляется ГАФ Я вот опоздала Извините Потому что там Что-то такое Сушил на газе А это все загорелось Что же он там сушил на газе Я не знаю Ну Как-то там Ну всегда Какие-то истории Вот опоздал Ну ничего Сели, поехали Потом Значит Там поужинали Он мне стал В ресторане Показывать свои бицепсы Что тоже для меня Было очень странно Ну он видимо Общался с женщинами С которым Это было в первую очередь Нужно Да А для меня Это совсем не важно Было Для меня как бы Ну интеллект Что-то другое Я совсем не привыкла Восхищаться Там какие у мужчин Бицепсы Или что-то такое Он мне Нет, потрогайте Потрогайте Я так В ресторане Потрогала А сама в это время Подумала Он притворяется Или он дурак Что-то он Меня заставляет Вообще Ерунду Какую-то заниматься Ну потрогала Говорю О, да, да Замечательно Ну все Потом Отвезла его домой И поехала К себе домой Вот такое было Первое похождение Наше в ресторан Очень смешно И после этого Уже спустя Какое-то время Спустя какие-то Иные контакты Они Вот Сошлись Я не знаю Как найти Сошлись Вода Огонь Вода и пламень Вот они сошлись О, поженились мы Не быстро Нет, нет Не быстро Когда он почувствовал Что-то серьезное Он жутко испугался И прекратил Наши отношения И тоже Как-то это было Так неожиданно Что я совсем Как бы Чего-то ничего не поняла Ну даже думаю Если там Надо прекратить отношения Ну надо как-то сказать А так все Ну я Ну так приняла Значит это Значит как бы При том что Отношения какие-то Уже были И продолжались Я с недоумением Долго я это Как-то так переживала Почему же так Ну так приняла Но у меня было Какое-то ощущение Внутри Что это Не финал Наших отношений И так продолжалось Наверное месяца два Тишина и покой И после этого Раздались Раздался звонок Видимо по-моему Он был немножко Под хмельком Но он уже тогда Мог сказать все Что вот он Что он дурак И что он не может Без меня жить Ну действительно Вот после этого Начались уже отношения И через какое-то время Мы там Пожелились Я думала Два сни Валентин Гавте Болерина Инна Елисеева Тоди уже Были разрушены Почитай мне Лишь стихи Почитай Только красивый Не страшный Как если бы она Была жива Я все бы отдал За нее Все бросил Слова 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 Мы все их После смерти Произносим И пишутся В раскаянии Стихи Но в глубине Души Навеки Будут с нами Грехи 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 Которые Не искупить Слова Шлюп Ольги Оздроумовой Та Олександра Левитіна Закінчився Його зрадою Ябо Ольга Тебе Пробачити Не смогла Мы прожили Долгое Время 22 года Что Помешало Остаться Вместе Наверное Мой характер Наверное Мой характер Но в каком Смысле характер Я Я Не сумела Пережить Какого-то Предательства Как я это Называю Ну Понимаете У меня просто Что называется Любовь Разбилась Вдребезь Именно Разбилась Ну Бывает Наверное Если бы я Не так была Настроена Человека И жила бы Как бы Еще и своей Какой-то Жизнью Ну Я бы не Восприняла Это как Предательство Я поэтому И говорю Что мой характер Видимо А тут я Как-то Очень сильно Восприняла Там Несколько Моментов В нашей Жизни А так как Разбилась Я Я не считала Ну Не могла Дальше Жить Но я очень Люблю Вот Василия Василису Вот Эту Вот Понимаете Там Вот Этот Библейский Сюжет Который Очень На простом Вот Муж Там Сделал Что-то Такое Что Она Не могла Простить Ну Что У нее Там Он Там Замахнулся На нее Топором Там Бил ее Что-то У нее Произошел Выкидыш Да Она была Беременна И она Восприняла Это Как убийство Человека Человеком И не могла Простить Эту Мужу И выросли Дети И жизнь Прошла Уже И только В конце Жизни Василиса Понимает Что Надо Было Простить Тогда Она И сама Прожила Другую Жизнь Потому что Погасила бы Этот огонь Вот этого Непрощения В себе Этого Человека Мужа Как-то Возвысило Этим Прощением Понимаете И жизнь Была Прожита По-другому Вот поэтому Прощение Всегда Больше Любого Непрощения Захвы Захвы Речели Слезы На меня Твои Капнули Опять Василий Для чего Это Удом Господи Грех Какой Попрощаемся Селиза Прости меня Ты прости меня Прощение Прошу Ты прости меня Прощение Прощение Прошу Прощаю Тебя И ты Прости меня Прости меня Старуха Прости И ты Меня Ну хорошо Хорошо Иди Иди Хорошо Иди Иди Фильм Василий Та Василиса Для Ольги Устроумовой Став Знаковым У свои 34 Вона Зіграла Ціле Життя От Молодой Жінки До Старой По-перше Відчувши Яка Куротка И Водночас Важлива У цьому Світі Любовь Завна Молодой Да все Ругай Одного разу Ольга Устроумова Сказала Що всі ролі Які вона Зіграла В кіно І театрі Це є Чи то Проповідь Чи Сповідь Не рухай Не берешся Не ругайся Не брони Скажи Милая Проща Чеси Моря А бронила дьявола, да, Крыла пёрышка. Рассказ такой Василия Василиса, там об этом рассказ, совершенно библейский сюжет, о прощении и непрощении, что вообще это такое. Я могу, конечно, умозрительно ну как, вот так вот, от головы сказать и даже утверждать, что прощение выше любого непрощения. Это правда. И вот это вот постулат там истины, что ударят тебя по одной щеке, подставь другую, это высшая мудрость, это правда. Но мы все грешные и смертные люди, и не святые. И научиться этому очень сложно. Есть обиды, есть разочарования какие-то. И поэтому я не сумела тогда вот всё простить, что называется. Не сумела. Сейчас уже всё далеко, всё прошло. Что такое? Игорь, что с тобой? Ещё ничего, кошмар приснётся. Из детства. Всё из детства. А всё из детства. Мы жили в маленьком городке Бугуруслан, а там дедушка мой был священником. Там была одна церковь, и он был настоятелем этой церкви. И нас, я помню, совсем маленьких, ну, городок совсем небольшой, и нас все как-то уважительно очень к внукам отца Алексея, вот мы у дедушки, относились. Вот это я помню, понимаете, что заочно нас как бы уже даже вот маленьких таких, о, это внуки отца Алексея. Вот, кстати говоря, может быть, от этого и идёт, что, ну, нельзя, нельзя быть плохим, нельзя быть хуже, чем вот то детское воспоминание, когда за счёт дедушки нам уже давали такой аванс, понимаете, всем внукам. А дедушкин с бабушкой домик был прямо около кладбища, граничил, и через кладбище вела дорожка в храм, куда дедушка каждое утро там уходил. И мы тоже бегали по этой дорожке, значит, из этого дома там к дедушке в церковь и обратно, и что-то там, помню, что держали какие-то венчальные фату, там, если шла свадьба какая-то. В общем, как-то так вот, вообще ощущение солнца, уюта и тепла, человеческого и природного как бы, понимаете, мы, например, ну, во-первых, это было лето всегда. Мы, например, брали какую-то там подстилочку и шли на кладбище, потому что кладбище было старое, и всё в черёмухе, в сирене, там прям заросли были такие. Совершенно не было боязни, что это. И мы шли там даже, постелили что-то и читали. Какой-то там был, вот знаете, покой, уют. Вот это до сих пор во мне живёт и греет. Три поколения чоловеки в роду Остромовых были священниками. Батько Ольги, шкельный учитель и регент о церковном хори. На схиле веку он напишет книжку про своё життя, споведь Пасенка Столиття. Примирников будет всего четыре для каждой дитины в семье. Детство было замечательное. Сначала мы жили как бы отдельно от дедушки. Там был свой домик в городе Бугуруслане. Там было, кстати, моё первое посещение театра. Вот в этом небольшом совершенно городке был городской театр. И там я первый раз попала и посмотрела какой-то спектакль. Не помню название, но помню, что я сидела где-то очень высоко, на галёрке. И что-то там на сцене было какое-то и пламя. Причём мне кажется, что сейчас это пламя было настоящее. Ну, как я понимаю, это всё были какие-то красные тряпочки. Но представьте, какое это детское восприятие, да? А потом мы уехали, мне было лет шесть, мы уехали в город Куйбышев, тогда в Самару. И там я уже заканчивала школу. И в Бугуруслан ездили только на летние каникулы к дедушке. А в школе я почти нигде не участвовала, ни в какой самодеятельности. А потом уже в классе, наверное, 10-й, 11-й класс я пошла в народный театр. Недалеко от нас был клуб железнодорожников. И там был народный театр. И вот я два года туда как бы ходила. И даже что-то там играла, или репетировала, скажем так. И поэтому как-то одна дорога уж после этого народного театра поехать поступать. Чем, в общем, я удивила всех. И у меня не было выпускного вечера, потому что он, я раньше уехала, он был позже. Уехала в Москву. И удивила очень многих, потому что никто не ожидал. Ну, никто просто не знал о моем этом увлечении. 1966 года, приехавши до Москвы, Ольга вирушает на пошуки дитму, адреси, которого она тогда еще не знала. До заповедного института девчонке удалось достаться лишь на двечер, когда прослуховывание уже добегало к концу. Она подготовила байку, прозу Пришлина и вирш Рождественского. С этим и пришла до театрального. Я с поезда пришла, нашла ГИТИС, и мне сразу на консультацию, как бы там повели, еще до первого тура, консультации такие. Значит, я пошла на консультацию, и в десятке, которые потом, значит, вышла, прочитала, вот в которой я была, когда объявили, что кто пропускается на первый тур, моей фамилии нет. И я куда-то забилась под лестницу, я не из плачущих людей вообще, но тут меня, видимо, прорвало от того, что и ночевать негде, и как-то очень быстро это все произошло с поезда сразу, я не ожидала. Я, конечно, не была уверена, что я поступлю, и меня примут, но что так быстро, знаете, это очень существенный момент. И я как-то вот разрыдалась просто, даже не расплакалась тихо, а вот разрыдалась как бы. И кто-то утешал, кто-то еще говорил, и один голос, видимо, там, из тех, кто помогает, второкурсники, третьекурсники, которые помогают на таких, на вступительных вещах, экзаменах, мне как-то вот, он, видимо, слышал, что я читала, и говорил мне, что совершенно не мой репертуар, я взяла, тебе надо совсем другое, вот давал какие-то прям указания, вот установку такую, вспомни, что ты читала там в школе, совсем тебе надо другое, вспомни. Я действительно вспомнила, и как-то, и пошла, и он мне еще замечательную фразу сказал, хотя лица я не помню, поймите, я была вся зареванная, уткнутая куда-то. И он мне сказал, иди на первый тур, не слушай никого, не важно, что тебя там не назначили, иди на первый тур, ты думаешь, они тебя запомнили? Вот это для будущей актрисы, конечно, фраза замечательная, что сразу никто тебя не запомнил. Но это меня спасло, в общем, я пошла на первый тур, и стала проходить как-то второй, третий. Мне совсем не много времени, и ее запомнятают. У нас в тобой никогда ничего не получится. У Дитм тоді пришел асистент режиссера Ростоцкого, который начинал съемки фильма «Доживемо до понеделька». Ты, девочка, маленькая. Я такой в 7 классе была, как ты сейчас. Побачивши Ольгу, он запропонував ей роль наибродливейшую девчину в классе Рити Черкасови. Умом я знаю, что ты человек так себе. Не лучший свет в темном царстве. Скажите, пожалуйста. Я это знаю. Только стараюсь это не учитывать. Что, что? Не поймешь, ты, к сожалению. Я и сам только позавчера это понял. Ну и что же ты понял позавчера? Человеку необходимо состояние влюбленности. В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда. Всю дорогу. Иначе неинтересно жить. Ну, а мне легче всего влюбиться в тебя. На безрыбье. Вы знаете, я не могу сказать, что я там играла что-то, как-то почувствовала актерство или что-то. Нет. Мы сидели за партами, абсолютно чувствовали себя учениками. Ну и такие изумительные мастера большие, как Вячеслав Тихонов и Нина Евгеньевна Меньшикова. Да и Ира Печерникова тоже, как бы, понимаете, уже актриса. Мы просто смотрели, как они работают, вот, понимаете. И как они с нами общаются, ведь они же все время к классу обращались. Это было замечательно. Это было интересно. А сама я, да ничего я не играла. Я просто была той школьницей, из которой я недавно выросла. Конечно, учиться в театральном институте, это очень интересно. А кроме того, общежитие на Трифоновской 45-Б, это, знаете, это совершенно целая жизнь. Потому что мы собирались, ну, во-первых, ни у кого не было денег. И как только кто-то получал из дома деньги или получал стипендию, там, какую-то ерундовскую 25 рублей, то обязательно там шли в рижский гастроном, накупали. Я помню, что это было самое большое лакомство. Хлеб какой-то был белый, прям мягкий, вот такой вот. И ветчины, конечно, бутылку вина, картошка уже была присланная кем-то. Вот приходили в общежитие, сразу жарили картошки много, значит, хлеб этот разламывали, ветчину. И к нам весь курс набегал в нашу комнату. И все это, значит, елось, пелось и пилось, что называется. Вот. И кроме того, знаете, почему-то в нашу комнату, вот, не знаю уж, чем мы притягивали, вот четыре, четверо нас жило там с нашего курса. Ну, к нам почему-то все всегда собирались. И эфорсовский режиссерский курс тоже к нам приходил, какие-то ребята приходили. Боря Кулиев, я помню. Ну, вот помню его просто очень хорошо. Такие уже взрослые, уже серьезные ребята. Но не приходили там, вот нас там как-то там, как сейчас говорят, даже забыла, забыла нормальное слово. А вспоминаю слово «закадрить», понимаете? Вот как у нас засорился русский язык, что мы забываем нормальные человеческие слова. Ну, поухаживать за нами, да? Я вообще человек влюбчивый была. Замуж я вышла в ГИТИСе, ну, такой вот студенческий брак был. Ну, я вышла замуж, тем не менее, и все. Ну, потом, как закончили ГИТИСе, так и разошлись. Привет, девочки! Ой, Женька, ты русалка. У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру любить. Красивая. Такую фигуру в обмундирование поковать. А ну-ка, я вам сейчас спарта подбавлю. Вы же знаете, я не ощущала себя красивой совершенно. И вообще мне это по жизни было... Ну, как бы так на поверхностном уровне приятно, если говорили какие-то комплименты по этому поводу. Но я это глубоко в себя не вбирала. Мне казалось, что надо быть талантливее, а значит и красивой. А просто красивой мне всегда казалось быть малой и как-то ненужной. Он говорил мне... Яркой звездою... Хладную душу... Ты озарила! Ты мне надежду... Сердце вселила! Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь? А, боитесь? Гады! На, ты же, сварь. Я вообще... Меня спрашивают, а после Зори вы почувствовали себя звездой там или что-то? Видимо, это вот внутри есть у меня, что я этого не особенно чувствую. То есть мне это не особенно нужно. Мне нужна была совсем другая роль, допустим, после Зори, да? А мне предлагали Женик. Вот это я помню. А я отказывалась, потому что Женю я уже сыграла. Вот я хотела совсем другой роли. А то, что узнавали, не узнавали... Я не очень помню этот момент. Как-то это было... Что-то в жизни, то ли влюбленность какая-то, что-то это заслоняло этот момент, понимаете? То ли мне это не нужно... Было так уж очень. Доля вела ее дивным чином. Поеднувала именно с теми, кто в жизни Ольги отиграет важнейшие роли. Керевник ее акторского курса Павло Хомский запросить Ольгу в труп уцюгу еще студенткой. Вот по этим афишам и пройдет маршрут нашего интервью. В телевизионном обозрении мы легко преодолеем пространство и время. И так из тафеты праздничного дневного солнца принимают праздничные вечерние огни. Они зажигаются и на театральных подъездах. После закинчения дитма ее возьмут в штат театру, куда предоставить выставу ее будущий человек режиссера Александра Левитина. Да, он пришел делать спектакль «Пеппи длинный чулок». И у меня ничего не получалось. Вот в его стилистике, как он требовал, я совершенно ничего не понимала. Я не сразу поняла, что я буду его женой. И даже не сразу поняла, что влюбилась, скажем так. Когда он начал ухаживать, я думала, что он просто ему по пути провожает или что-то. Я как-то очень в это внедрялась тяжело. Потому что я всегда думала, чего же за мной ухаживать, когда есть вот такие красавицы и все прочее, понимаете. Вот это во мне всегда присутствовало. Без ложной скромности. Я всегда думала, ну, допустим, он говорит, а можно я вас там провожу? Он мне сказал, я говорю, конечно. Давайте зайдем, купим тортик, а вы зайдете к нам там, а я была замужем тогда. И попьем чаю. Например, я могла такое сказать. Причем совершенно я искренне это говорила, понимаете. Ну, а потом вот как-то все случилось. Поняла, что за мной ухаживают, как пишут в каких-нибудь там пьесах. Я уехала с Левитиным от мужа в Ленинград. И обманула мужа. Сказала, что вот там съемки какие-то, что я не знаю. Ну, он, видимо, все почувствовал, не знаю. И когда мы возвращались из Ленинграда, там через пару дней буквально, ну, там, не знаю, поклялись где-то на эскалаторе, что вот приходим домой, и мы не можем жить без друга, без друга, и, в общем, и говорим своему мужу, а он жене в данном случае. Он тоже был женой. Что вот мы полюбили. Ну, я пришла, сказала, а он нет. СМЕХ Так что вот. И это тянулось какое-то время долго. Я не помню и на моей стороне, и осуждение, ничего не помню. Видимо, так я была... Так настроена только на одного человека, что ничего вокруг не существовало. Вони проживут разом 22 роки. У них народится двое детей, яких вони назвуть на честь одне одного – Ольгою та Михайлом. Прости меня. Прости. Ну, встань. Зачем же счастье на коленях встречать? Ну, встань. Ну, встань. Ну, встань. До свидания. Под бедой моей Ты посмейся, погляди мне вслед из окна. Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду ядла. Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду ядла. Сейчас уже все далеко, все прошло. Михаил Захарович Левитин, отец моих детей, куда же от этого деваться? Да и деваться не надо. Он замечательный режиссер, и дочка работает у него в театре. Ну, я была просто в Америке. Я последний год школы училась в Америке. Тоже благодаря маме была такая возможность по обмену. Но надо было заплатить какие-то деньги, и мама продала дачу. То есть у нас была дача в Загорске. Небольшой деревянный дом, который мама сама построила. Она великий строитель у меня. И она продала эту дачу, потому что она решила, что важнее дочки на год поехать в Америку и выучить язык, заниматься. И я помню, что тогда я не оценила в полной мере это, потому что других детей не отпустили мамы. Там испугались, что как же без меня, там год. И я говорила, как же ты можешь, вот ты меня так отпустила. И только сейчас я понимаю, что она даже продала для этого дачу. То есть вообще невероятно. И поэтому, когда они расходились, я была в Америке. Как-то мимо меня прошло. Я приехала, меня уже поставили перед фактом. Ну, естественно, мы не теряли совершенно общение с папой. А брату было восемь, он тяжелее это все переносил, потому что он был свидетель всего этого скандала. И он как бы вспоминает. Вообще, вероятно, после развода моих родителей, пекантные потрогицы, в общем, развелись, когда мне было, по-моему, лет 9. Но почему-то до меня дошла детская травма психологическая лет в 12. Мне нельзя сказать, что я как-то это чрезвычайно тяжело переживал, но переживал, разумеется. И мама, видим, насколько я понимаю, она очень тщательно скрывала, старалась гладить эти последствия. И при том, что у нее очень сложные отношения с папой моим остались, при этом она себе никогда не позволяла ни плохо о нем говорить при нас, ни... Хотя о нем я и не говорил, он никогда в жизни не... Он никогда в жизни не, естественно, плохого словенского, разумеется. Ну вот, и при этом самое поразительное, но вот это характеризует мою маму, что, например, я узнал, что они с вами с вами очень женаты, когда мне исполнилось 17 лет. Потому что я лет в 10 сболтнул, что я требую, чтобы вы не женились, пока мне не исполнилось 17 лет. Почему я это сболтнул, я не понимаю. Ну, вы представляете, мама вот это легла. Но это, конечно, в некоторую абсурдность уводит ее характер, но это к ней имеет отношение, тоска. Томиться, душа, не могу молчать. Да, это моя тайна. Но вы должны ее знать. Вот покаюсь вам. И больше никому никогда. Я люблю этого человека. Какую бы роль она ни играла, вот это ее человеческое обаяние, это ее, так сказать, готовность прийти на помощь, сделать доброе дело. Она очень много в этом смысле делает, не говоря уже о самой работе в театре. Это уже, так сказать, рядом с главным. Что касается актерских ее возможностей, то они, мне кажется, очень широки. Ты знаешь, когда он преподнес мне, я чуть с ума не сошла. Что тебе позови? Ну и чему же ты позови? Он так влюблен в тебя. Мы встретились в спектакле «Учитель танцев», где играли двух сестер, где нужно было щипать друг друга, дергать за волосы, за юбки. То есть отношение должно было быть таким друг к другу панибратским, простым, хулиганским. И мне, конечно, было непросто перестроиться, пометуя, да, вот ее такую суровость напускную. И мне не стоило труда играть какую-то боязнь, да, перед ней быть робкой. Совершенно, это было очень просто. Но быть с ней, вот так сказать, на равных, вот это было нелегко в театре. Но если бы не характер Ольги Михайловны, если бы не ее, вот знаете, такая простота, которая от гениальности идет. Говорят, все гениальное просто. Было страшно, потому что, знаете, когда приглашают на роль в театре, ты знаешь, что ты единственная, и ты работаешь так, как ты считаешь нужным, как ты чувствуешь. Но в партнерстве с режиссером вы выстраиваете вместе рисунок роли. А тут Ольга Михайловна, которая, понятно, что она опытнее, что она прекрасная актриса, что она необыкновенно пластична во всех своих ролях, что она, ну, в общем, недосягаемая для многих. И вдруг мы с ней репетируем одну роль. И так, естественно, произошло, что часть времени, когда она была на сцене, я сидела в зале. И для меня это была такая школа, потому что я смотрела, как работает она, как она выстраивает эту роль, как она скрупулезно по каким-то миллиметрикам вдруг делает такой диапазон роли и такой разный страстный характер от какого-то сомнения до жестокости, от комедии до страдания. То есть вот за этим следить было необыкновенно интересно. Мне всегда было очень страшно после нее выходить на сцену. Ну, я вообще как бы всех люблю, но близкая, скажем, мне Елена Тальберг из Белой Гвардии. Очень близка. Вот мне в нее даже не надо никогда входить. Я могу там, если какая-нибудь замена или что-то, прибежать за пять минут, сесть на диванчик и сразу стать ею, что называется. Но это не моя заслуга. Это заслуга Михаила Афанасьевича Булгакова. Он так, конечно, написал Белую Гвардию. Вообще все свои произведения. Они написаны, ну вот вроде бы, да, там, Голубая Кровь, там, ну, дворянство, офицерство. Но они разговаривают таким человеческим языком. За глаза просутствующего человека в гадости говорить, да еще его жене. Да какая вы ему жене? То есть как? Вы посмотрите на себя все. Вы, вы красивые. Вы умные, вы интеллектуально разные. Вы аккомпанируете на ядь, и он рядом с вами. Бешенка, карьерист, штабной момент. За глазами, отлично, отлично. Глаза, то же самое скажу, давно собирался. Скажу, и вызову нудая. Вы с ним несчастливы. А с кем же я буду счастливой? Со мной. Вы? Вы не годитесь? И мне тоже сейчас наступает такой момент перехода ее на возрастные роли. Вот она будет репетировать роль бабушки. Если я бабушка, я Рикой Лорион. Причем во многом это возникло благодаря ее желанию сыграть роль такого рода. Это не то, что мы ее насильно заставляем переходить на роли бабушек. Она рядом с этим играет Елену Тальберг. И играет замечательно, с моей точки зрения. И жалко снимать спектакль. Я пришла в начале сезона и сказала, вы знаете, я не хочу играть уже ни красоток каких-то там, ни то, все, другое. Я хочу сыграть какую-то мудрую старуху. На меня посмотрели в дирекции. Так, вроде рано еще. Я говорю, да не в этом дело рано, не рано. Я вон в 35 лет сыграла Василису, которая в конце жизни там совсем старая женщина. Дело ж не в этом. Просто что-то накопилось за жизнь. И хочется не просто выходить на сцену, а что-то уже как-то, что-то выразить свое, понимаете? Надь! О! Перебежи, как бы! Мы сделали такой, может быть, не очень корректный даже где-то поступок. Мы пригласили Ольгу Михайловну с Юрием Владимировичем Назаровым на фотопробы. Но для себя я тогда еще не решил. Мне нужно было как-то почувствовать какую-то человеческую составляющую. Потом смотрел, вот у нас были эти фотопробы, настрел на эти фотографии. Меня поразили глаза Ольги Михайловны. Может быть, больше всего, что меня убедило в том, что это просто ее абсолютно роль, вот это вот эти вот глаза. Они какие-то, Ольги Михайловны, просто неземные, я не знаю. Они, ну, само по себе, они очень красивые. Но в них вот есть какая-то, ну, не знаю, космичность, что ли, платоновская. Вот я даже не могу это объяснить. Ну, я вообще очень люблю Платонова. Очень люблю писателя Платона. У него есть такие рассказы, и это тоже удивительно. Вот, вроде, господи, те же самые слова, которые мы говорим в быту, там, на экране, на сцене. А они так сложены, что сердце щемит. Метель утихла, палец в машине претерпится. Чего тебе там за всех стараться-то? Там без тебя народ есть. Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нету. А то как же? Без тебя весь свет пустой. Мне очень хотелось снять такой, ну, план, чтобы не было даже понятно сначала, кого они моют. Потому что этот паровоз, он действительно такой, какой-то у него фактура такая интересная. Он как какое-то большое животное. Вот я говорю, мы не можем так снимать, потому что сразу мы продаем все. Сразу видно, что это паровоз. Надо, чтобы они стояли ниже, а ниже встать там невозможно. Я говорю, ну, пускай они тогда встанут на колени, на эти железяки. И Ваня такой мне, да ты что, говорит. Ну, я понимаю действительно, что это актеры, что они очень известные, что это холодно, что это зябка и железо это острое, потому что там такие ребра. Я говорю, Ваня, а что делать? Придется это. Я говорю, Ольга Михайловна, Юрий Владимирович, давайте попробуем встать на колени. Я жду, что мне сейчас скажут эти актеры. И вот, беспрекословно эти люди встают, как бы, и делают это. И мы снимаем то, что мы хотим. Народные артисти России, лаурат Державної премии СРСР та премии Олександра Довженка. Ольга Устроумова зіграла понад 60 ролей у кино, 20 у театр. Усі її роботи поза часом, поза веком. Въявні щось таке, що зробили її актрисою, в яко закокувалися мільйони. Актрисою, в якій вірили, адже бачили дивовижную красу, истину правду и чисте небесное світло, світло любого человека. Вообще, когда у меня кризис, я это называю «усталость металла». Как у самолётов устаёт крылья, так и у человека крылья устаёт. Всё время летать и летать. Хотя сохранить в себе до смерти, вот это всё равно удивление перед жизнью, восторг перед какими-то достижениями твоих коллег, перед искусством вообще, понимаете, какими-то образцами его. Вот это трудно, но нужно. Без этого просто наступает старость. А вот просто старость – это ужасно. А когда ты живёшь, и так же удивляешься миру, и детям, и внукам, и какому-то возрасту, и открываешь в этом возрасте ещё какие-то, тогда можно жить ещё. И тогда, может, не заметишь, когда умрёшь. Ты мне снишься. Ты мне пять лет снишься. Мы с тобой маленькие-маленькие. Мы ловим бабочек. Лук, солнце. А потом ты мне говоришь, можно ли я тебя поцелую? Можно. Часы, когда она принадлежала другому, не заботили меня. Я их не видел, я о них не веду. А чтобы понять, что этот человек из себя представляет, вы посмотрите. Вот у нас часто поют артисты песни Володи Высоцкого. Это очень трудно и почти невозможно, да и не надо. И вот Оля выбирает песню «Земля». Она нашла в ней тему материнства, тему вечного покоя земли, которая никогда не умрёт. Потому что всегда есть мать по отношению к земле. Это мать. Это колыбельная, которая не стоит над мёртвой землёй, а время, она затаилась. Как она поёт эту песню? Она поёт, как будто это родная дочь её. Это очень сильно. И верит в то, что она затаилась на время. Что связь матери с своим ребёнком, который называется «Земля». Все сейчас. Кто сказал, что всё сгорело? Помоги, Настя! Вставай! Игорь! Больше в землю не бросите земля. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Нет, звенит она с тонной глуша. Это наша душа изо всех своих ран. Изо души, но ведь земля, это наша душа. Подумай, дизинтир. Какой ты дизинтир? Ты, Греня, какой ты дизинтир? Не вытоптать душу. Пойдём. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Нет, она затаилась на время.